Реформирование жилищно-коммунального хозяйства это не только ремонт и переселение из ветхого жилья, но и множество других проектов. Кроме того, уже с 1 сентября вступает в силу закон о лицензировании деятельности управляющих компаний. Все эти вопросы обсуждались накануне на совещании с участием заместителя министра строительства ЖКХ России Андреем Чебесом. Госжилая инспекция Чувашии заранее подготовилась к работе в новых условиях. Необходимая нормативная база создана, открыт сайт, на котором аккумулируется вся информация по теме. Образована комиссия по лицензированию. В ее состав идут не только инспекторы, но и представители общественной палаты саморегулируемых организаций в сфере ЖКХ. К 15 мая 2015 года ни одна управляющая компания без лицензии работать не будет. Таким образом, хотят освободить. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства это не только ремонт и переселение из ветхого жилья, но и множество других. Уже с 1 сентября вступает в силу закон о лицензировании деятельности управляющих компаний. Все эти вопросы обсуждались накануне на совещании с участием заместителя министра строительства ЖКХ России Андреем Чебесом. Госжилая инспекция Чувашии заранее подготовилась к работе в новых условиях. Необходимая нормативная база создана, открытся их проектов. Кроме того, на котором аккумулируется вся информация по теме. Образована комиссия политики. Все, что касается платы за содержание ремонта, за жилищную услугу, здесь политическая полномочия главы субъекта, естественно. А в этом смысле главы муниципалитетов праве принимать, ну вот эту планку поднимать. Потому что очевидно, что если будет заниженная плата, то за эти деньги сделать нормально ничего нельзя будет. Во время рабочих встреч и совещаний обсуждался вопрос обеспечения жителей Чувашии качественной питьевой водой. Программа выполняется, в ее рамках сделано многое. Но предстоит тоже немало, отметил глава республики. В городе Чебоксары водоканал модернизируется, построено водохранилище. И наша задача, идя поэтапно, пошагово обеспечить качественной водой всех жителей республики. У нас нет претензий к республике Чувашия по ходу реализации этих программ. Все сроки выдерживаются. Что касается продолжения финансирования, то все решения на этот счет приняты. И на 15-е, 16-е, 17-е годы финансирование на федеральную программу «Чистая вода» определено. И, соответственно, если документы, заявки будут от Чувашии подаваться, они будут рассмотрены. Я думаю, что Чувашия может надеяться на то, чтобы получить финансирование и дальше на реализацию этих мероприятий. Отдельно Андрей Чибис отметил работу республиканского портала ЖКХ. Четко функционирующего ресурса, обеспечивающего не только информационные потребности собственников жилья, но и обратную связь с ними. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.